Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Александр Зеленский и я рад вас снова приветствовать на своем канале. Сегодня будем готовить драники. Я абсолютно уверен, что каждый из вас с самого детства знает это блюдо белорусской кухни, но сегодня будем готовить немного иной вариант. Я вам покажу другой рецепт, более сытный, скажем так, мужская версия. Ваши мужчины в любом случае не останутся равнодушными к этому блюду, но если вы мужчина и вы любите готовить, обязательно приготовьте это блюдо по моему рецепту. Ну а если вы еще не подписаны на мой канал, то сделайте это прямо сейчас. Нажимайте на красную кнопочку под этим видео и далее нажимайте на колокольчик. Кстати, в прошлом выпуске мы готовили корейскую морковку и она ну очень мне зашла, поэтому не поленитесь, посмотрите по этой подсказке этот рецепт и попробуйте приготовить именно так, как сделал я. Обещаю вам, вы не пожалеете. Ну а теперь, собственно, переходим к драникам. На самом деле драники готовятся очень легко и очень просто. С этим справится даже ребенок. Но если вы не ребенок, у вас получится просто шедевр. Давайте начнем по традиции с ингредиентов, которые нам понадобятся для приготовления мужских драников с мясом. Во-первых, нам понадобится картошка. Я думаю, абсолютно все знают, что это основной компонент драников. И в оригинальном рецепте они делаются именно из картошки, без добавления чего-либо. Но мы будем сегодня изобретательны и добавим фарш. В нем свинина и говядина. Вы можете добавлять даже куриный фарш или просто говядину. Рецептов на ютубе разнообразное множество, но мой наиболее сбалансированный. Мне так кажется. Если вы тоже так считаете, напишите об этом в комментариях. Далее, кроме фарша нам понадобится лук. Две большие луковицы. Или средняя. Дело в том, что картошки мы берем 1 килограмм, а фарша полкилограмма. Рецепт будет, конечно же, написан в описании к этому ролику и в моем инстаграме. Поэтому переходите и берите оттуда громовки. Я думаю, что если вы привыкли готовить по громовкам, они вам очень пригодятся. Едем дальше. Что мы добавим в фарш? Для того, чтобы мясо было более пикантное и ароматное, мы добавим в него тимьян. Его совсем немного, чисто для аромата. Далее нам понадобится 2 яйца. Также 2 столовые ложки с горкой муки. Далее 1 чайная ложка с горкой соли. Перец по вкусу. Также для того, чтобы подать это блюдо во всей красе, нам понадобится сметана. Горчица в зернах. Вот такая. Я ее добавлять буду в сметану в небольшом количестве. Это добавит своеобразной пикантности и аромата. И будет достаточно необычно. Также нам понадобится зелень. Можно использовать лук, зеленые перья, можно использовать петрушку и, конечно же, укроп. Он особенно хорошо заходит со сметаной, с этими драниками. Конечно же, нам для жарки необходимо подсолнечное масло. Можете взять без запаха. Я взял с запахом. Я люблю, когда масло ароматное. Ну, вот, собственно, и все. Теперь можно переходить к самому рецепту и приготовлению. Итак, друзья, с чего же мы начнем? Я думаю, что с картошки, потому что, если она у вас, так как и у меня, будет лежать без воды, то она очень быстро может подчернеть. Нам это ни к чему. Поэтому начинаем с нее. Берем большую миску. Берем терку. Обязательно мелкую. И натираем эту картошку. Друзья, вот, собственно, и все. Получилась у нас вот такая картошка. С нее выходит очень много сока. Этот сок нам нужно будет удалить. Он нам не нужен, потому что картошка будет плохо прожариваться. И ваши оладушки, драники, будут разваливаться. Для этого мы берем миску и друшлаг. И просто перекладываем это все в этот друшлаг. Для того, чтобы выжать лишний сок из картошки. Можно перекладывать порциями. И вот так продавливать. Да, вот выделяется сок. Так же можно это делать руками. И одновременно складывать ту картошку, которая уже отжата, в отдельную миску. Да, мне кажется, руками даже более эффективно это получается. Видите, сколько жидкостей. Что мы делаем далее? Моем миску, она нам нужна чистая. Без остатков картошки, без крахмала. И бросаем в нее фарш. Пол килограмма. Свинно-говяжий. Далее к этому фаршу нам нужно добавить лук. Мы его также перетираем на терке, чтобы он был более мелкий. И сок мы из него удаляем. Потому что чем больше сока, тем больше будут разваливаться наши драники. Берем тарелку, чтобы собрать весь лук и весь сок. И на мелкой терке начинаем натерать лук. Итак, друзья, с луком мы закончили. У нас получилось вот столько много сока. Мы его, конечно же, сольем. Он нам не нужен. И весь этот лук добавляем в фарш. Далее берем вилку и немного пытаемся размешать этот фарш с луком. Совсем чуть-чуть, потому что у нас еще будут компоненты. И мы их будем добавлять и перемешивать. Далее мы насыпаем тимьян. Его совсем немного, пол чайной ложечки. Чисто для аромата. Далее разбиваем одно яйцо. Далее второе. Так тоже бывает. Две столовые ложки муки. Одна чайная ложка соли с горкой. Кажется, что много, но на самом деле у нас много картошки. И высыпаем теперь сюда всю нашу картошечку. Вот так. Ну а теперь все это нужно вымесить и добавить в конце черного молотого перца. Я это буду делать руками, потому что мне так удобнее. Возможно, вам будет удобнее ложкой или вилкой. Ну, собственно, наше тесто готово. Теперь мы в него можем добавить молотый перец. Добавляем побольше, потому что у нас ведь и фарш, и картошка. Они требуют перца. И после еще раз перемешаем. И, в принципе, можно отправлять это все дело на сковородку. Все очень просто. Иногда драники готовят немножко другим способом. Об этом я расскажу в своем следующем ролике. Там тоже будут драники, но без мяса. Там будет немножко другая технология приготовления. И мне кажется, на мое усмотрение, именно такую технологию, которая будет в следующем ролике, для мяса использовать совсем неактуально. Я имею в виду драники с мясом. Потому что, если мы ее будем использовать, формируется котлетка, которая ложится в муфт картошки. И потом драники могут разваливаться. Также эти драники нужно будет доводить до готовности в духовке. Нам это не нужно. Мы хотим приготовить быстро и вкусно, без особых заморочек. Поэтому мы все перемешиваем, а не делаем картофельные пирожки, как многие рекомендуют. Вот, собственно, и все. Теперь зажигаем газ. Нагреваем сковородку. Наливаем небольшое количество масла. Берем небольшое количество нашего теста и просто выкладываем на сковородку и расправляем. Чем тоньше драник, тем он лучше у нас прожарится. Формируем ровные края. Газ делаем на минимум. И продолжаем выкладывать наши драники на сковороду. Вот и все. Следим, чтобы они не пригорели. И обжариваем с каждой стороны по 5-8 минут. Для того, чтобы мы заметили золотистую такую корочку. Но, чтобы они не были черными. Это главное правило. Они не должны быть черными и подгоревшими. Ну что ж, прошло несколько минут. И давайте посмотрим, какие же драники с той стороны, которая находится на сковородке. Я сейчас переверну. Возможно, один, возможно, все. Вот, смотрите, вот это немножко уже подгорело. А здесь отлично. Их можно переворачивать в неограниченное количество. А главное, чтобы они не развалились. И не подгорели. Ну и пока драники на огне, я вам покажу, как я делаю сметанный соус с горчицей. Для этого, собственно, мы берем обычную сметану. Я предпочитаю брать 15-процентную. Можно брать 20-процентную, если вы любите пожирнее. Также французскую горчицу в зернах. То есть мы просто добавляем это все дело в сметану. Небольшое количество. Одна-две чайные ложечки. Этого будет достаточно. И все это дело перемешиваем. Далее, друзья, смотрим, что же происходит с нашими драниками. Обращаем внимание на цвет. Вот это именно то, что нужно. Они должны подрумяниться, даже немножко зажариться. Но не быть сгоревшими. Друзья, запах на кухне стоит просто нереальный. Но я постараюсь приготовить все наши драники. Вот это все я приготовлю. И после мы будем пробовать. Смотрим, что здесь происходит. Да, они начинают уже поджариваться. И я думаю, для того, чтобы они стопроцентно были готовы, мы их немного накроем крышечкой и потомим под крышкой. Друзья мои, ну что ж, драники уже готовы. Я справился буквально за 30 минут. Вот такая красота у меня получилась. Конечно же, драники немного вжарились. Их стало меньше, чем было у нас своеобразного теста. И давайте мы их подготовим к подаче. Я думаю, что можно добавить немного свежемолотого перца. Также мы добавим сметану, которую мы приготовили. Обязательно холодную сметану. Горячие драники и холодная сметана. И, конечно же, зелень. Вкус лета. Ну и давайте пробовать. Друзья, по-моему, идеально. Вкус просто превосходный. Здесь у нас сверху корочка. Я думаю, вам слышно. Вот эта сметана с горчицей, это нечто. Можете, конечно, добавлять немножко меньше горчицы, потому что слишком чувствуется. Добавляйте одну чайную ложечку примерно на 150 грамм сметаны. Будет самое то. Она добавляет кислинку, некую пикантность. И это именно то, чего не хватало. Приятного вам аппетита, друзья. Попробуйте приготовить драники по моему рецепту. Обязательно пишите в комментариях, как у вас получилось. Может быть, вы бы еще чего-то добавили в этот рецепт. Напишите, мне будет интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!